Субтитры сделал DimaTorzok Все они контактные, сообщает оперативный штаб. 36 человек госпитализированы. Больше всего заболевших в Казани, второе место за набережными Челнами. По стране сегодня больше 28,5 тысяч заболевших. Привились от коронавируса более 15 тысяч татарстанцев. Очереди на прививочных пунктах образовались во всех городах и районах республики. Из ажиотажа в каждом муниципалитете принимают решение об открытии дополнительных пунктов и усиляют бригады фельдшеров. В Нижнекамске на этой неделе желающих привиться стало в 2,5 раза больше. С ними пообщалась Альбина Валеева. Я переболел, поэтому ее ждал. Эта причина, как говорят медики, уважительная. Но есть и те, кто просто откладывал визит на пункт вакцинации, как Фанья Шигапова. У меня племянница болела. Сначала сын заболел, потом муж, потом она заболела. Это в Казани. Потом другие тоже племянники заболели. А сейчас уже каждый день люди умирают, поэтому испугалась и пришла. Количество желающих вакцинироваться за последние дни возросло в разы. В этом мобильном пункте на химиков очередь тянется с улицы. Я решила, потому что сейчас уже ограничений больше стало. Нет возможности ходить, например, в фитнес-центр. Уже не пускают. Торговые центры. На обучение ехать надо. Тоже просят уже QR-код. Я решилась, потому что у меня практика. Я студентка педагогического колледжа. У меня практика, а с детьми нельзя без прививки. Поэтому я решила сделать ее. Это уже вторая поликлиника Нижнекамска. Здесь также огромное количество людей, желающих вакцинироваться. У многих переболели родственники. Мама у меня очень сильно болела. У нее даже было 70% поражения легких. Она очень долго лежала в больнице. Сестра у меня тоже лежала в больнице, но более в легкой форме. Как признаются горожане, их знакомые и родственники, которые попали в госпиталь, были непривитые. Но есть и другие позитивные истории. Слава богу, никто не болел. Мы вовремя привились. Поэтому у нас не было таких болезней, не дай бог уж. Сегодня посмотреть, как идет вакцинация и какие условия созданы для жителей, пришел руководитель исполкома Рамиль Мулин. Он заявил, в ближайшие дни будут созданы дополнительные пункты вакцинации. И усилены фельдшерские бригады. Для работы привлечены новые силы. Сейчас у нас новые ординаторы едут с Казани. Волонтеров мы привыкли почти у нас 90. Сейчас мы еще раз докторами посмотрим, где сделать все-таки отдельные выходы. Тут уже есть плановые осмотры. Нужно, чтобы и плановых осмотров не мешать основному потоку людей. Ну ладно, дай бог нам организоваться. Медики работают в авральном режиме. До выхода нового постановления в этой поликлинике прививались по 180 человек в день. Сейчас больше 400. Чтобы принять всех и по возможности избежать очередей, врачи советуют записываться на прививку заранее на портале Госуслуг Татарстана. Или можно привиться в мобильных пунктах, открытых в центрах микрорайонов. Альбина Валеева, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Чтобы у вас появился QR-код, учетная запись на Госуслугах России должна быть подтверждена. Теперь для подтверждения личности не нужно идти в МФЦ и другие учреждения. Процедуру можно выполнить онлайн через мобильные приложения банков. Как это сделать, инструкция в следующем материале. Если вы привиты или переболели в последние 6 месяцев коронавирусом, получить QR-код можно на портале Госуслуг России. Для этого нужно скачать мобильное приложение, затем зарегистрироваться и подтвердить учетную запись. Это можно сделать через приложение ряда банков. К примеру, открываем приложение Сбербанк Онлайн. В строке поиска пишем «Регистрация на Госуслугах» и вносим личные данные. Далее подтверждаем регистрацию с помощью бесплатного СМС и через 30 минут проверяем статус в истории операций. В приложении Акбарс Онлайн подтверждение делается в три шага. Нужно зайти в приложение, нажать на значок «Профиль» и выбрать пункт «Регистрация на Госуслугах», не выходя из дома. Далее откроется окно с данными. Проверьте электронную почту, СНИЛС, заполните другие пустые поля. Поставьте галочку в пункте «Даю согласие на обработку персональных данных» и нажмите на кнопку «Подтвердить». Ваша учетная запись будет успешно подтверждена. Такая возможность сегодня доступна в мобильном приложении Сбербанка, Акбарсбанка, Тиньков, ВТБ, Авангард, Почтобанка, ПСБ, МТСБанка и СКБ. В Татарстане с этого дня возобновили работу федеральной горячей линии для оказания помощи населению. Волонтеры помогут пожилым категории 65+, в получении QR-кодов. Для этого пенсионеру нужно позвонить по номеру телефона, который указан на экране. Дальше вашу заявку внесут в систему ОНФ «Помощь» и направят в региональный штаб «Мы вместе». В Казани Экспо продолжаются первые международные учения мобильных команд в условиях чрезвычайных ситуаций. Лучшие умы СНГ и Европы вместе готовятся к будущим вызовам. Это и медики, и представители санитарно-эпидемиологических служб. Всего больше 100 специалистов из 20 стран. Сегодня ученые отрабатывали практические навыки по обнаружению и обезвреживанию вирусов. Легенду больших учений знает Рамиль Галюлин. Вот уже третий день Казани Экспо принимает лучших эпидемиологов России, стран СНГ и Европы. И если накануне была теоретическая часть учений, то сегодня специалисты все действия отрабатывают на практике в мобильных лабораториях. По легенде учений, в одной из стран участниц ВОЗ произошла вспышка неизвестной инфекции. Команды должны установить возбудителя болезни. Поступили зашифрованные образцы, мобильный комплекс, интернациональный состав. В данной лаборатории идет работа с материалом, который подозрителен на зараженность патогенными биологическими агентами. В лабораториях все необходимое для выявления генома вируса. В команде минимум два человека. Бокс очень маленький и важна любая мелочь. Для такой работы необходим напарник. Сейчас мы исследуем образцы и предположительно в них вирус гриппа. Вирус гриппа для учений выбран не случайно. Специалисты говорят, что он очень изменчив. Частые мутации приводят к появлению новых штаммов, способных вызвать эпидемию и пандемию. Опасения вызывают вирус птичьего гриппа, которым в этом году в мире заразились два человека. Основная проблема – вирус очень быстро меняется. И каждый год мы имеем дело с его новыми формами, поведение которых далеко не всегда можно предсказать. В общественном сознании закрепилось довольно легкомысленное отношение к гриппу. Но он очень заразен и может передаваться от животного к человеку. Мы готовимся к будущим вызовам. Сейчас мы работаем над инактивацией вируса, проводим ПЦР-тесты. В этой лаборатории мы можем определить любые виды инфекции. Учения проводятся под эгидой ВОЗ. Ее специалисты отмечают – занятия проводят на мертвых вирусах. Они заранее обеззаражены и имеют сертификат безопасности. Никакого риска нет. Все вирусы деактивированы и обезврежены. Это исключительно симуляционные упражнения, где мы отрабатываем действия лабораторий. Эти задания согласованы со Всемирной организацией здравоохранения. Учения продлятся еще два дня. Следующий шаг – отработка стандартов по ликвидации аварий с биологически опасными отходами и эвакуацией пострадавших. Рамиль Галюлин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. В Татарстане продолжается бесплатная газификация. Сегодня голубое топливо торжественно дали в новый микрорайон села Усады Лаишевского района. Газопровод построили по республиканской программе и до домов он подведен бесплатно. В этом году газ подвели к двум тысячам домов. Еще столько же в очереди о перспективах в масштабах района узнал Дмитрий Аренин. Каналы вытечки работают, газ горит стабильно, сильным пламенем. Этого события в семье Валеевых ждали семь лет. С тех пор, как построили свой дом. Все эти годы обогревались и готовились с помощью электричества. В месяц зимой выходило около 15 тысяч рублей. Сейчас будет около трех. Большая разница и большая экономия в семейном бюджете. Поэтому мы очень рады, что наша улица газифицирована. В поселке Усады сегодня газ пришел на три улицы нового микрорайона. По республиканской программе сюда подвели газопровод длиной у более 4 километров. И от него бесплатно проложили трубы границам более 100 участков. Раньше здесь обогревались электричеством и возникали перебои. Этот год был у нас очень напряженный, потому что холодно было. И чувствовалось перегруз. Потому что все включают электрокотлы, напряжение выдерживают. И, можно сказать, каждую неделю вызывали электриков. Сегодняшний день мы уже войдем в историю. Все люди счастливые, довольные. Наконец-то у нас дома тепло будет. Люди радуются, дети радуются. Газ подвели раньше обещанного срока. Я знаю, многие ждали этого события с нетерпением. И сроки строительства объекта изначально были рассчитаны на следующий, на 2022 год. Но мы приложили немало усилий. И благодаря чему? Благодаря совместной платформной работе строителей, газовиков. В Лаишевском районе большие планы по жилищному строительству. Газификация и бесплатное подведение к участкам как нельзя кстати. Люди строят. Мы строим. Лаишевский район. Более 200 тысяч квадратных метров жилия в год. То, что вот здесь, поля, здесь будет строиться на 8 тысяч жителей. Проект нового сада, новое столбище. 38 тысяч жителей. Всего в этом году в Татарстане проложили более 100 километров газовых сетей. И подсоединили к ним более 2000 участков. Работает республиканская программа. Бесплатно газ к участкам подводят уже с 2019 года. Во всей России такая программа начнется только на следующий год. Об этом говорил Владимир Путин в послании. Единая Россия, когда обратилась к президенту Российской Федерации об этой программе. И президент поддержал, одобрил. Государственная дума приняла федеральный закон о подведении газопроводов к земельным участкам. И программа, вроде она должна была начинаться с 2022 года. Республика уже начала с этого года. Сейчас в республике идет прием заявок на бесплатную догазификацию. О своем желании подключить газ уже сообщили более 2000 жителей. Дмитрий Аринин, Вадим Алларионов, ТНВ, Лаишевский район. Небо, самолет, беда. Почему татарстанский парашютный спорт уходит в стремительное пике? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в Москве стартовал традиционный энергетический форум. Главное его мероприятие – пленарное заседание с участием Владимира Путина. На форуме сегодня работала делегация республики. Возглавил ее Рустам Миниханов. Сегодня же в рамках работы на форуме президента Татарстана прокомментировал федеральные СМИ ситуацию, сложившуюся на энергетическом рынке Европы. А также высказал свое мнение о стабильной цене на нефть. Подробности в репортаже Дзины Газалиевой. Все ключевые игроки топливно-энергетического комплекса России и ряда зарубежных стран собрались в эти дни в Москве. Манеж преобразовали в большое выставочное пространство. У делегации Татарстана на форуме, который назван энергетической неделей, масса задач. А в копилке уже ряд подписанных отраслевых соглашений. Работа на форуме для татарстанцев сразу началась активно. Рустам Миниханов переговорил с вице-премьером Александром Новаком. Затем подписал соглашение с компанией «Лукойл» о взаимном сотрудничестве. Согласно этому документу, «Лукойл» и «Татарстан» будут проводить единую научно-техническую политику в сфере внедрения прогрессивной техники и технологий добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья. Вместе заботятся и об экологии. Сразу после подписания Рустам Миниханов прокомментировал федеральным СМИ тему энергетического кризиса в Европе. Я думаю, это надуманная проблема. Если бы, как наш президент Владимир Владимирович сказал, они четко работали по контрактам долгосрочным, никаких от этих проблем быт не было. Сегодня избыток ресурсов его просто надо брать. Доставить вовремя и все. По мнению Рустама Миниханова, для России оптимально устойчивая цена на нефть в размере 70-75 долларов за баррель. Слишком высокая цена, по словам президента Татарстана, не всегда хорошо. В почте того, как высоко поднялся, очень больно падать. Мы уже это проходили. Энергетика в полной мере ощутила на себе кризис. Со строгим соблюдением социальной дистанции и свежими ПЦР-тестами пленарное заседание прошло с участием Владимира Путина. По прогнозам экспертов на горизонте 25 лет, доля углеводородов в мировом энергетическом балансе может сократиться с нынешних 80-85% до 60-65%. При этом роль нефти и угля снизится. Сидящие в зале мои российские коллеги прекрасно это все знают, понимают и исходят из этого. А вот роль природного газа, как наиболее экологически чистого, переходного вида топлива, вырастет. Еще одно отраслевое соглашение подписали сегодня татарстанцы с компанией «Транснефть» о взаимном сотрудничестве. Обмен папками, фотографирование на память и под занавес. Ответ на вопрос от LifeNews по поводу, будет ли в Татарстане введен локдаун и как в целом ситуация с лечением ковид-инфекции. Лекарства есть, генерал, но это помогает им. Для боксовы? Знаете, это не только все, но немножко совпало и совпало. Нам надо было более активнее вакцинировать весну и лешку. Люди немножко расслабились, и мы тоже расслабились. Дина Гзалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. Сегодня досрочно сложил себя полномочия глава Бавлинского района. Рамиль Гатиатуллин перешел на работу в структуру Татнефти. Об этом стало известно на внеочередном заседании районного совета. В нем участвовал спикер парламента Фарид Мухаммедшин. Он отметил, что Бавлинский район является форпостом Татарстана и оценил позитивные изменения под руководством Рамиля Гатиатуллина. Кто возглавит район, расскажет Филюза Хамедулина. Динься! Тренеру Фариду Галиулину 73 года. Он полжизни посвятил боксу, отличник физической культуры. Как никто другой знает, какие условия были в первой спортивной школе до капремонта. Раньше у нас были здесь очень плохие условия. Пол был наполовину гнилой. Когда мы занимались, пыль столбом было. Помыться было негде, переодеться было негде. Сейчас здесь лучше заниматься. После школы приходим сюда, занимаемся. Тепло здесь каждый день заниматься. Душевые на каждом этаже просторные залы на капремонт спортшколы «Республика» выделило 40 миллионов рублей. Увидел обновленные здания сегодня и Фарид Мухаммедшин. Какие виды пульсируются? Мы 5 видов здесь купилируем. Легкая детика, лыжи, бокс. Здесь капитальный ремонт сделали от потолка, крыши и кончая вот здесь. Все обновлено. Окна, потолки, крыши, водяная система, канализованная система. Все отремонтировано. За последние годы в районе построены 5 фапов и спортивных площадок, парк Победы и лыжная база. Отремонтированы школы и детские сады. В развитие города и сел вложено 2 миллиарда 705 миллионов рублей. Сначала мы меняли среду, спорили об этом. Среди доктор Харилович проходил по зданию первой спортивной школы, отметил, что очень неплохой ремонт сделали. Мы всегда говорили так, строим мы для себя. Строим не на один день, а на река. И чтобы нам, потом нашим потомкам, не было стыдно. В районе развивается инфраструктура, выросли показатели в сельском хозяйстве. Многие проекты реализуются при поддержке нефтяников. Бавлинский район был и останется форпостом Татарстана, отметил Фарид Мухамедшин на внеочередном заседании районного совета. Здесь стало известно, что Рамиль Гатьятулин принял решение уйти с поста главы на другую должность. Рамиль Гатьяне Мухамедшин удалось создать прекрасное отношение не только с руководством компании Татарстана, нефтяниками, которые на его земле, на этой территории живут, но и нефтяниками Башхатистана и газовиками Ингурского города. И кто бы ни пришел вместо Рамиль Гатьяне Мухамедшин, нам важно, чтобы форпост нашей республики, Бавлинский район, успешно, конкурентно развивался. Решение покинуть пост принималось нелегко, отметил сам Рамиль Гатьятулин и сообщил, возглавит одно из подразделений Татнефти в Казани. Ухожу я по собственному желанию. Наверное, у каждого человека есть время, когда он должен принять какое-то большое решение. Вы знаете, компания Татнефть, руководство компании Татнефть пригласило меня еще практически в начале года на эту должность. Я сказал, что пока не пройдут выборы, я не могу бросить районный район. Они согласились ждать. За плодотворную работу Фарид Мухамедшин наградил его медалью за доблестный труд. Также Рамиль Гатьятулин получил звание почетного гражданина Бавлов. Награждается Гатьятулин Рамиль Акимонович. Сейчас полномочия главы возложены на руководителя исполкома Ильяса Гузаирова. Ему 41 год, выходец из Бавлов. Практически вся карьера связана с этим районом. Филюз Ахмедуллин и Рекабибуллин, ТНВ, Бавлы. Полтора миллиарда рублей на горячее питание детей. Комитет по образованию обсудил законопроект о бюджете республики на 2022 год. Так, его доходная часть прогнозно составит 295 миллиардов рублей. Львиную часть расходов у социального блока почти 110 миллиардов. Финансирование заложено на строительство новых школ, содержание кадетских интернатов, музеев, театров, цирка, обновление книжных фондов. Рамиль Тухватолин назвал финансирование кинематографии недостаточным. Речь идет о национальных лентах. Александр Славутский поднял вопрос о возможности субсидирования финансовых потерь театров в связи с антиковидными ограничениями. Председатель комитета Айрат Зарипов обратился к профильному министерству с предложением учесть эти вопросы при исполнении бюджета. Владимир Славутский поднял вопрос о помощи театрам за счет ограничений, которые мы потеряем, мы теряем сейчас и будем терять еще более серьезные мероприятия. Творческие проекты значительные и когда будете смотреть за текущим исполнением бюджета, чтобы была возможность, если такая необходимость возникла, помочь нашим театрам в это непростое время. Сегодня в Екатеринбурге торжественно открыли бюст героя Советского Союза и татарского поэта Мусы Джалиля. Он появился в сквере дружбы народов. Сейчас в Вердловской области проходят Дни татарской культуры. В открытии принял участие председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шихразиев. Он отметил, Мусад Джалиль занимает особое место в истории страны. Он поблагодарил всех, кто участвовал в создании монумента. Бронзовый бюст разработали скульпторы из Санкт-Петербурга. Ко дню Победы в следующем году памятник поэту появится и в городе Серов. Очень рад, что в Екатеринбурге открыли этот памятник, потому что это действительно выдающийся человек, талантливый поэт, военный журналист, герой Советского Союза. Это гордость не только татарского народа и страны, это гордость всего мира. В истории нашей страны Советского Союза поэт, герой Кусад Джалиль занимает особое место. Родился в Олимургской области, дальше и Казань, и Москва, и Челябин, все все города. Нам приятно то, что его памятники есть практически во всех городах. Играем и вспоминаем татарские слова. Наш телеканал в социальной сети Инстаграм запустил конкурс с хэштегом «Минтатар». Для него была специально создана маска, накладывающаяся на изображение пользователя и обеспечивающая визуальный эффект. Суть конкурса – назвать на случайно выпавшую вам букву татарского алфавита слова. Среди тех, кто делится этим видео у себя в Инстаграм, а разыгрывают денежные призы. Кто уже присоединился к конкурсу, расскажет Айгур Бодрудинова. А сколько слов на татарском языке вспомните вы за 15 секунд. С первой попытки получается не у всех. Минтатар конкурс с таким хэштегом запустил наш телеканал. Он проходит в сети Инстаграм. Любой желающий может записать видео со специальной маской, на которой случайно выпадает буква татарского алфавита. Участнику нужно назвать слова, начинающиеся на эту букву. Это визуальный эффект, он накладывается поверх лица, и люди вот так играют. Интересно смотреть на людей, которые достаточно хорошо знают татарский, но когда появляется та или иная буква, они начинают мешкаться, вспоминать и говорят слова, которые вообще, допустим, никогда не употребляли. Только за первые три дня маску использовали и выложили у себя видео более 150 человек. Благодаря этому о конкурсе узнали более 100 тысяч пользователей. Сегодня в эту игру включились и корреспонденты службы новостей. Молодое поколение нас очень поддержало в этом конкурсе. Им нравится, еще очень отрадно, что участвуют целыми семьями, видимо, таким образом. Родители проверяют уровень знаний татарского, а дети пополняют свой саларный запас. К игре «Минтатар» уже присоединились популярные артисты татарской эстрады. Гузель Уразова, Артур Исламов, Данир Савиров. Гузель Уразова, Артур Исламов, Данир Савиров. Гузель Уразова, Артур Исламов, Данир Савиров. Чтобы присоединиться к конкурсу, нужно зайти на страницу ТНВ в Инстаграм, найти маску, сохранить ее и записать видео в сториз. Среди тех, кто у себя в аккаунте выложит этот видеоролик, каждую пятницу будут разыгрывать денежный приз. Айгуль Бодрудинова, Вероника Гайнудинова, Алмазри Аддинов, ТНВ, Казань. «Шаян-ТВ» вышел в финал российской национальной телевизионной премии «Тэфи Китс». Она присуждается лучшим детским телеканалом «Шаян-ТВ». Выходит в финал уже во второй раз. В прошлом году на конкурсе отметили программу «Бергалеб и Реник» в номинации «Режиссер телевизионной программы для детей». На этот раз у «Шаян-ТВ» есть все шансы победить в номинации «Дизайн телеканала». Пожелаем им удачи. К этому часу все новости. Всего вам доброго. До встречи. Санаторий Татнефти – это уникальное сочетание профессиональной медицинской помощи в сфере реабилитации с высоким уровнем комфорта и абсолютной безопасности. Также у нас проходит медицинская реабилитация пациентов с нарушением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Санатории Татнефти. Здоровье ближе, чем вы думаете. 25 число каждого месяца – последний день передачи показаний прибора учета газа. Можно передать показания в мобильном приложении «Инфогаз.РТ», воспользовавшись порталом государственных услуг, через «Телеграм-бот», «Помощник Лилия», «Одноименный чат-бот ВКонтакте», «Голосовой помощник» по телефону 8-843-207-0103, позвонив или набрав СМС-сообщение по телефону, указанному в квитанциях, посетив единый центр обслуживания. Оплачивая квитанцию через сервисы банков, также можно оставить показания приборов учета. Производить оплату за газ необходимо не позднее 10-го числа каждого месяца. Оздоровительный лагерь «Березка-Ознакаева» приглашает детей на осенние эко-каникулы. Экологические проекты, креативные мастер-классы, 5-разовое питание и отличные условия ждут ребят от 7 до 15 лет. Позаботься о природе, а «Березка» позаботится о вас. 8-917-920-15-95. У ребенка боль в ушах, не дышит нос и часто болит горло? Обратитесь в медцентр здоровья семьи. Опытные лор-врачи-эксперты. Лечебные манипуляции. Хирургические операции. Казань. 204-2700. Диабетики, внимание! Для вас глюкометры, тест-полоски, шприц-ручки и иглы. Бесплатный обмен неисправных глюкометров. Магазин «Диабетика». Улица Седова, 9, 259-19-91. За что я люблю аптеку «Формленд»? За скидки, подарки, бонусы. За все то, чему мы рады. Любимая аптека порадует кэшбэком. Осенний кэшбэк 8% во всех аптеках «Формленд». Совершай покупки в аптеках «Формленд» и получай кэшбэк 8%. «Формленд» что надо. Шубный фестиваль в Казани. Огромный выбор шуб. Честная рассрочка. Выгодный обмен старой шубы на новую. С 12 по 24 октября. Казанская ярмарка. Обещали, привезли. В автоцентре РРТ Ночуйкова огромное поступление автомобилей «Ниссан». Более 180 «Ниссан» в наличии с ПТС. 212-30-10. Отвлекаешься за рулем? Считай, что тебя нет. Переключи внимание на дорогу. Центр новых технологий приглашает ветеранов труда на льготные зубопротезирования. Весь октябрь в салонах «Корт Оптика». Обменяйте старые очки на новые со скидкой 30%. «Корт Оптика». Здравствуйте. Еще один теплый день подарит нам месяц октябрь, но об этом чуть позже. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в «Данил Мастер». Только до конца октября. Доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните. 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в четверг. На юго-востоке, в Бугульме, во влах Азнакаева, облаков станет больше, но вероятность осадков небольшая и очень тепло. Все еще тепло в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Не упускайте возможность погулять чаще на свежем воздухе, пошуршать листьями, сделать красивые фотокадры на природе. Также сухая и переменная облачность в Агрызе, Менделеевске и Актаныши. Синоптики обещают 15 градусов выше нуля. В Арске, в Кукмаре, Балтаси, малооблачные и без осадков. Температура на несколько градусов выше нормы. Такая теплая и солнечная погода обманчива. Одевайтесь тепло, берегите свое здоровье. В Болгаре, Држаном, Буинске, температура также на высоких значениях. Дождя ждать не стоит. В Чистополе, Вальметьевске, Мамадыши, также комфортная, теплая погода без осадков. Днем плюс 15. Но уже в пятницу в Татарстане облаков станет больше. Атмосферное давление начнет падать, ветер усилится, а температура пойдет на спад. Гиделикс. Капли сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает от кашлевания, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет? Все лайки. А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. В Докторост обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в Докторост. Убедитесь, что вернуться к жизни без боли – это просто. Федеральная сеть медицинских центров Докторост. Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. О погоде в столице. В Казани ожидается небольшая облачность, но все так же без осадков. Ночью плюс 7, а днем 14 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный, порывистый. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 49%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 31 октября в аптеках «Экона», «Бережная аптека» и «Аптека от склада» проходит акция «Снижение цен». Покупай выгодно. Вот это выгодно! Вы только посмотрите! Магнабэ 660 таблеток – 449 рублей. Максилак 10 капсул – 520 рублей. «Бережная аптека», «Аптека от склада» и «Аптека «Экона». Вот где выгодно!